В маршрутке женщина поняла, что забыла кошелёк, но не растерявшись, она залезла в сумочку, достала плитку шоколада и попросила передать водителю. Водитель увидел, улыбнулся, залез в карман, достал три конфетки и сказал, возьмите сдачу. Захожу я в спальню, а он на кровати лежит, шаринка расстёгнута, а оттуда красный кончик торчит и так манит, так манит. Но я и дёрнула у мужа пятихатку. Нефиг кошельки разбрасывать, где попало, и соблазнять. Одну женщину, но никто не мог нормально удовлетворить. Сколько она мужиков не перепробовала, ей дали совет. Ну ты съезди в соседнюю деревню, найди там деда Васю. Он всех женщин удовлетворяет. Поехала она в деревню, нашла этого деда Васю, провела с ним ночку, а утром говорит, слушай, дед Вась, поехали ко мне в город, будешь как сыр в масле кататься. Не, не могу. Слушай, а почему? Да у меня сад, огрод, скотина. Слушай, а что мне тогда делать? А ты езжай в соседнюю деревню. У меня там брат живёт, может, чем поможет. Он так же может женщин удовлетворять. Слушай, но насчёт этого не знаю. Но вот лет пять тому назад он медведицу жахнул так, что она ему до сих пор малину носит.